всем привет сто лет не снимала для ютюба только прилетела в корею не знаю с чего начать такая вся переволновалась но кстати сильно не волновалась ну что-то прям захотела снять видео не знаю буду выкладывать это видео или нет в общем я прилетела в корею в инчон к тете она мне сняла квартиру для карантина ну не квартиру ну квартира да это считается one room однокомнатная я еще даже вещи не разбирала мне привезли здесь воду яйца рамен огурцы я первым делом съела раменчик конечно с дороги в общем не так интересно такой новый опыт обычно меня всегда встречает муж в этот раз он меня не встречает потому что он не знает что я приехала прочь у нас по этому поводу с ним еще будут предстоять предстоит разборки что хочу сказать но это янчон да здесь оказывается много русскоговорящих с россией я много слышала об этом но ни разу не была так ну давайте в этом видео я расскажу про дорогу как я приехал на самолете с ладивостока у нас ладивостока летают самолеты аэрофлот каждую среду и с м каждое воскресенье через среду пускаются всеми типами из на аэрофлот и через воскресенье со всеми пускают визами на с м только по визам вот перед этим накануне я сдала тест на коронавирус воскресенье нужно обязательно на иностранном языке английском и корейском стоимость 4000 экспресс теста утром сдаешь вечером собираешь и перевод на английский язык еще тысячу пять тысяч если не экспресс то кажется 2000 и английский язык тысячу три тысячи ну в общем сдала тест купила билет ты сдала тест как я покупала билеты сообщения информация на сайтах и аэрофлот о том что тот или иной рез полетит и пустят пассажиров со всеми типами виз приходит примерно на сайте появляется примерно за две-три недели когда эти рейсы полетят но билеты в наличии уже грубо говоря на 2-3 месяца на полгода вперед авиакомпании другие сайты продают и когда информация выходит о том что на определенную дату полетят будут запускать пассажиров со всеми видами виз то цена возрастает в два раза то есть если она стоит например через два месяца я буду покупать сейчас допустим октябрь я буду покупать на ноябрь сейчас билет он будет стоить 22000 но когда появится информация около 22 25000 что полетят со всеми типами виз то билет будет стоить около 40 45000 как я сделала я купила билет когда еще не было информация о том что на эту дату пустят со всеми типами виз в частности f4 моей но я примерно посчитала что через неделю вот рейсы летают пускают и купила на эту дату но я купила билет возвратный и он стоил 35000 он был во-первых возвратный и во-вторых он предполагал выбор места и два места багажа то есть мне кажется выгодно если допустим информация придет что ваша виза и с вашей визой нельзя лететь мы просто этот билет возвращаем сдаем свои деньги получаем а если можно лететь то очень получается экономим грубо говоря примерно 10000 еще выбираем место поближе да там к носу самолета или чемодана спокойно можем провести не знаю у меня почему-то опять получился перевес я ничего не везла никаких дневных вещей все летние никакой еды какие-то лекарства заказы заказали на пару книг пару кроссовок у меня короче опять получился перевес я оставила несколько полотенец дома варенье шоколадки конфетки все разгрузила думала все равно чё господи в корейку плечу это руки тащить мне рвать тянуть мне не захотела а теперь жалею приехала и как-то не очень устала не так уж кстати переволновалась съела уже рамен чик с огурчиком и этот и как-то скучно хочется до шоколадки конфетки каких-то семечек какого-то яблочко ну ничего я думаю здесь много знакомых это не такая заботливая все мне принесут купит сам как проходил полет ну мы как обычно регистрация за два часа началась хотя многие люди приехали за 3 часа я тоже приехала за три часа до регистрации до вернения регистрации а то когда вылета и прошли регистрацию работали две стойки конечно три или две или три стойки медленно проверили тест на коронавирус билеты визу все потом поднялись на второй этаж там тоже проверили пилету билеты визу паспортный контроль все пошли на посадку самолет кстати почти полный вот много этнических корейцев были было много русских я не знаю какой невизии может по медицинской да я слышала и какие-то визы да видимо у них есть разрешенные залетели они вылет был в 11 часов в 7 утра я выехала с один востока рано конечно потом перед посадки на самолет было время я перекусила пельмешками на прыщане русскими с бульончиком сибирскими все кафе там дути фри работала кафе нет воду даже было нельзя купить не кофе ну там воду продавала автомат а кофе нет даже нельзя покупать ни кофе ни чай ну и все в самолете разместились летела несколько семей 2 или 3 с детьми ночью полет всего около двух часов час пятьдесят быстро долетели сэндвичи кушали по дороге сок пили чай воду кофе вышли потом в инчо не приземлились пошли на выход встретили кстати там группа сидела видимо депортированные такие штатского люди здоровые их окружили они сидели там несколько человек десять наверное этот самолет который нас привез полетит назад и повезет видимо депортированных людей на нелегалы есть скорее портирует их кстати меня тоже депортировали же какого так было году это было господи это было две тысячи четвертом наверно году потом тоже как бы запишу видео расскажу как меня сынка депортировали как посидели бы на грешке тюрьме с ума сходили угорали и пять лет были депортированы на пять лет и не могли заехать в корее вот но в корее что вот мы прилетели первым делом нас проверили температуру проверили температуру мы прошли потом был проверка не паспортный контроль а санитарно-эпидемиологически наверно потому что у нас мы в самолете заполняли бланки где будем проходить карантин откуда приехали номер рейса иммиграционную карту и вот эти две карантинные карточки это желтая одна белая а мы издали у нас проверили все потом пустили дальше мы пошли дальше был паспортный контроль паспортный контроль тоже не быстро пока все данные она проверила адрес телефон отпечатки пальцев фотографию вот потом дальше мы пропустите аэропорт вообще пустой дальше мы прошли а люди наверно которые ехали русские слайд не этнические кореции нейро транзита ехали дальше да через инчон аэропорт раньше вообще куча людей транзит ехали транзитом летала вот это на транзитом летели дальше мы происходили и там тоже люди все в масках в шапочках белых одеждах в этих костюмах встречали на давали нам памятку карантинную и загружали программу на телефон по которой мы должны каждый день отмечать температуру самочувствие если мы не будем отмечать течение суток то эта программа начинает загораться красными там приходится общение срочно напишите свои отправьте свои данные о самочувствии вот потом так что было потом потом мы прошли опять какой-то дорожку и там у нас опять почему-то опять вторую желтую бумажку забрали и проверяли опять паспорт вот потом только выпускали а потом уже выпускали до получать багаж я взяла свой багаж получила и ко мне подошла собачка начал обнюхивать мой чемодан сырыница но я провезла два кусочка маленьких сыра а в сумке у меня был дамской банан его не съем хоть в самолете съесть и что-то аппетита не было и она не знаю что мне короче повесили такую какую-то бирку на мою сумку и сказали пройти в отдельную комнату я прошла не начали на копошиться в этой сумке уже забыла про этот банан они его достали и дали мне бумажку где было написано провоз мясных продуктов колбасы там чего-то чего-то запрещен штраф 10 миллионов лон это примерно 10 тысяч долларов и сказали это для вас предупреждение ну ладно предупреждение это предупреждение тем более у меня была не колбаса у меня глаза выпучила такая все идите идите ладно было нам забрали мы ну и все я прошла дальше дальше там везде стоят люди проходите проходите в шапочках масках в костюмах дальше люди до выходят с багажом уже на транспорт кто кого встречает кто на ж.д. вокзал на ктx едет куда им надо кто на такси кто на автобусе кто на чем мне сказали что можно на такси за 80 долларов доехать до места назначения тебя завезут еще по гонсос дать тест и потом домой это будет стоить 80 долларов я только думаю дороговато ну ладно делать нечего ехать надо никто тебя меня не встречи заплачу выхожу а там до горит подойдите к номеру 5 там было написано и нчон такси автобус этот там дядечка мне все проверил опять адрес куда едете что игру мне в нчон игру мне на такси как хорошо а такси меня завезет по гонсо на тест а потом домой да он такой нет такси доведет только до дома а в пугунсо на тест ты можешь поехать завтра утром а гордись ли ты хочешь поехать часто сдавать на тест то ты можешь поехать на автобусе сдать тест а потом тебя отвезут домой как эти стоит будет всего семь вонючек 7000 грубо говоря там 7 6 долларов и только о давайте нормально он такой на час приедет автобус потом вот тоже девушка ждет была хомкучка коленка девушка и этот через несколько минут он уже падить через десять что ли было потом вас заберет проедет еще во второй терминал людей посмотрит и привезет тебя в этот сдавать тест ну хорошо подождали все потом пришел водитель забрал у нас мы вдвоем там такой был комфортабельный микроавтобус я ставлю может быть фотографию как мы ехали очень комфортабельный мягкие потом мы заехали второй терминал никого там не был только мы вдвоем так и поехали до определенного места мы ехали минут наверно 30 там стояла два микроавтобуса маленьких в каждом водитель тоже в шапочках в перчатках в костюме дали нам перчатки заполнили форму она села в тот микроавтобус я села в свой и мы поехали у меня повезли сдавать уже непосредственно на вот этот пугун создавать тест мы приехали небольшая очередь тоже взяли паспорт заполнили документы дали такую пробирочку и две палочки прошли там было передо мной несколько человек 2 или 3 быстро стали тестов не люблю этот нос в рот никак не могла он меня ругала что я язык высовывали дергаюсь ну в общем сдала тест и да ничего здесь про очень много русскоговорящих я слышала об этом и по дороге да я мы я ехал и видела ну как-то можно определить сюда русскоговорящих корейцев от местных корейцев и потом на тесте там тоже была семья привезли тоже сдавали тест мама папа двое детей и сопровождающих и встречающих какой-то родственник потом когда ехали по дороге мне кажется тоже это были русские наши люди шли и все меня довезли прямо точно до адреса ну как-то так интересно такой опыт новый квартирка моя и вот такой район да тоже это не говорит много здесь русских здесь в основном такие дома виллы называются они такие четырех трех пятиэтажные прямо напротив моего дома при под окном магазинчик маленький супермаркет там уже дети ездили на великах два мальчика тоже на русском болтали две женщины пришли на русские здесь много ну и вот так вот я доехала все хорошо питание мне здесь установила roll роутер у меня есть интернет буду заниматься учебой пока сижу две недели ну и видео наверное на youtube почаще еще снимать а вы пишите свои комментарии мне нужно будет с кем-то почаще общаться пишите свои вопросы буду отвечать когда вы проявляете интерес мне тоже очень интересно спасибо за внимание всем пока